Всем привет, чувачки, с вами Алскелл, и сегодня мы будем играть в Аманду-путешественницу. Я долгое время думал снимать, не снимать, снимать, не снимать, выпускали демо-версии всякие. И сегодня мы все-таки в нее будем играть, потому что она вышла. Я предлагаю начинать, я ничего не знаю про эту игру, кроме того, что тут нужно собирать какие-то кассеты вот такие вот, поэтому вдвойне интересно. Дорогая Райли, если ты читаешь это, значит мы с тобой больше не встретимся, разве что в другой жизни. Жаль, что я не успел обо всем тебе рассказать. Не знаю, сколько мне еще осталось, а ведь еще многое нужно сделать, прежде чем я покину этот мир. Предсмертная записка, класс. Начало игры уже супер. Это письмо я пишу по двум причинам. Чтобы попрощаться и чтобы завершить тебе свой дом в Кенз... Кенз... Кензделле. Второе, возможно, окажется ошибкой. Пусть тогда боги просят меня за это. Когда устроишься в доме, загляни на чердак, там есть кое-что, что я хочу тебе передать. Найди кассету, но знай. После того, как посмотришь ее, пути назад не будет. Береги себя, милая. Остаюсь вечно твоя тетя Кейт. Мы, получается, получили наследствие. Это хорошо, нам дали вот такой вот кошерный дом, насколько я понимаю, мы уже на чердаке. Тут у нас разные такие штуки есть. Тут у нас какая-то игрушка, часы. Их можно использовать. Если что, тут нужно будет что-то ввести. Тут у нас сейф. Тут есть вещи, которые можно использовать. Хорошо! Нам сказали, что нужно взять, посмотреть кассету наверху. Вот, вроде бы, это кассета. Аманда The Adventure на кухне. Музыка такая. Аманда, привет! Я Аманда. А я кудряш. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. А я люблю персиковый пирог. А какая твоя любимая начилка для пирога? Нужно будет что-то вводить. А на каком языке? Пирог. Яблоко. Ммм, звучит аппетитно. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. Реально, тут на русском можно было вводить. Сначала нам нужно разрезать яблоки. Хмм, а чем же их нарезать? Нож. Отлично! А у нас ножом такая паста. Можно использовать острый нож. Думаю, нам не стоит делать это без присмотра. Нужно быть смелым, когда остаешься один. Гляди, я пират. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне кажется, это небезопасно. Ладно, кудряш. Давай порежем яблоки. Было сложно. Для пирога почти все готово. Осталось только добавить сахар. Ммм, ты знаешь, где хранится сахар? В шкафчике, в холодильнике или в раковине? Странные такие диалоги у нас. Нам нужно найти сахар. Так, хорошо. Вот у нас тут пирог. Для меня не ожидает, что можно все писать на русском. Что? Я думал, это англоязычная игра. Я подготовился. Я типа знал, что нужно будет английский изучать. Типа, apple, яблоко. В целом, мы можем тогда и так делать. Так, нам нужно найти сахар. Ну вот же сахар, нет? Нет, попробую еще раз. Боже, это так стрёмно играть в Дашу Путешественницу, но какая-то она хоррор чуть-чуть, да? Так, ну давайте вот здесь посмотрим. Здорово! Давай испечем пирог. Ммм, чувствую запах яблоки корицы. Так, пора испечь пирог. Сначала разогрей духовку до 425 градусов. Думаю, нам не стоит включать духовку без взрослых. Нужно попросить об этом родителей. Я не знаю, где они сейчас. Хе-хе-хе. Мы тут сами по себе, кудряш. Сначала разогрей духовку до 64 градусов. А затем положи яблоки в форму для пирога. А теперь поставь духовку и выпекай 40 минут. Так, нам нужно поставить духовку на 425 градусов. Пирог готов. Скорее бы его попробовать. Что? Кудряш, давай испечем пирог. Так, нам дали обучалку по тому, как делать пирог. Кассета эта нам больше не понадобится. Спасибо, до свидания. Так, тут разные какие-то штуки странные очень. Тут какие-то надписи. В твоем районе. Не звоню, это звонит. Здание все еще там. Слишком рискованно для расследования. Когда все изменилось? Какая-то странная доска. Ну тут разные записки. Я не знаю, читать, не читать. Много времени займет. Давайте будем следовать инструкции. Так, нам нужно открыть духовку. Да? Потом поставить сюда тарелку. Потом туда вроде бы поставить яблоко. Не получилось. Опять ставим тарелку. Ставим яблоко. Что-то я туплю. Так, подождите. Опять. Трявая, ржавая. Почему мы вообще готовим в этой тарелке? Фу. Ставим яблоко. О! Потом выставляем температуру 425 градусов. Сколько минут надо было пить? Так, я забыл. 40 минут, 40 минут, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 минут должны. 425. Все, ставим в духовку и получается у нас все должно быть готово. Получено достижение со вкусом пирога. Мы испекли тейп. Кассета в твоем районе. Не звонят, а звонят. Это же вот про это вот. В твоем районе. Возможно, это пасхалка на вот этого вот чувака. Выглядит, как будто сейчас в этом тейпе будет задействован этот чувак. Я знаю, что в этой игре все связано. В каждой кассете должна быть какая-то подсказка, что здесь еще нужно сделать. И мы будем это делать. Все, давайте смотреть. Привет, друзья. Я Аманда. А я Кудрёш. Что тебе больше всего нравится в твоем районе? А мы должны что-то выбрать, да? Отлично. Мне нравится в твоем районе живут мои друзья. Сегодня я хочу отправить своего другу кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Ооо, интерактивная игра. Так, где можно купить эту открытку? В бейкере? По идее, в булочной можно, типа, купить открытку, знаете, поздравительную какую-то. Ну, там, типа, продаются пирожные всякие. Корнер-стор? Не знаю. Ну, пост-офис. У нас всегда в почте продавались. Давайте в почту пойдем. Мьёзы. Это не магазин, дурашка. Ну, давайте сюда, 2-4 на 7 какой-то магазин. Отлично. Пойдем в магазин. Давай выберем открытку. Какую открытку ей отправить? You bloodbot only 15.03.25 15.03.25 Подождите, все цифры здесь нужно обязательно записывать. Давайте сейчас открытку выберем. Какую открытку выбрать? Вот такую давайте. У неё не день рождения. Такую выберем. Отлично, я нашла идеальную открытку. Теперь следующее задание. Когда друзья поступают хорошо, нужно их отблагодарить. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. А меня угостись. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Барашка жалко. Где мне купить угощение для друга? Конечно же, почта. Ого, твои друзья, наверное, обожают, когда ты присылаешь им угощение. А, тогда степанулась надо мной, типа. Так, ну тогда понятное дело. Отлично, мы выбрали туда пойти. Купим ему булочку. Ммм, всё так вкусно пахнет. Я хочу угостить своего друга. Угостить своего друга печеньем? Чё это было только что? Покажешь мне, где есть печенье? Они так стрёмно замирают, типа на паузе. Но печенье вот здесь. Выглядит аппетитно. Осталось зайти в ещё одно место нашего района. Посылка для моего друга готова. Она живёт далеко, так что отправим посылку почтой. Ой, уже поздно. Почти все магазины закрыты. Наверное, отправить сегодня не получится. Я должна отправить посылку. Пора идти на почту. Давай отправим посылку моему другу. Его зовут... Подожди, я не помню. Поможешь мне? Мы можем вернуться завтра. Не обязательно отправлять посылку сейчас. Нет, я должна отправить её. Помоги мне. Кому нужно отправить посылку? Она не говорила, кому отправлять посылку. Антон. Нет, моего друга не зовут так. Брат. Тебе ведь известно её имя. Мне неизвестно имя. Иван. Что? Кейт? Я вводил Иван. Теперь можно отправить посылку. Что? Надеюсь, она любит печенье. Оно само велось. Какая нафиг Кейт? Слушайте, ребят. Я знаю, что в этой игре очень много секретов. Поэтому напишите, пожалуйста, комбинарик эти все секреты. Я хочу узнать все секреты этой игры. Потому что реально интересна какая-то игра. Немного странная. Чуть-чуть криповая. Я буду очень благодарен, если напишите. И ещё запишу, если вы наберёте под этим роликом 60 тысяч пальцев вверх. И посмотрим все эти секреты по вашим лайфхакам в комментариях. Хорошо? Спасибо большое, если напишите. И подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. Потому что, ну, а чё вы не подписаны? Надо подписаться. Возьмите, спуститесь, подпишитесь. Вы смотрите это видео уже. Подпишитесь. Погнали дальше. Так, мы ещё одну кассету получили. Тут какая-то загадка с чем? Типа играть нужно? В этой кассете 100% это было. Где-то я пропустил. Так, но подождите. Вот этот вот робот. Там было на кассете написано. И вот этот вот нанбот был там. И там я завязал циферки. 1, 5. Ещё ноты теперь надо запоминать. Капец. 0, 3, 25. Ничего. 1, 5, 0, 3, 2, 5. Ну, там же были какие-то цифры. Ещё и мелодию надо теперь найти. Капец. Какая-то тут кукла с трёмно сидит. Ну, подождите. А тут нужно какие-то ноты. Какие ноты надо? Где была подсказка хоть одна? Где-то тут должны быть ноты. 100%. Она зарисов... Стоп! Стоп, 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 стоп. Назад, 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 назад. CBF. CBF. Я почему-то уверен, что 100% CBF. CBF. Она типа... Корнер, бейкери и офис. Она специально потом их зарисовывает. Всё, что здесь движется, оно должно быть как-то задействовано. 100%. CBF. Кто тут мозг? Кто тут мозг? Это я? Это я? Новая кассета, она называется... О, нет, несчастные случаи. Так, уже немножко стрёмно. О, это ты. Что бы ни произошло, ты только не... О, нет. С Кудряшом произошло несчастный случай. Она его избила. Несчастный случай, это когда происходит что-то плохое. Но в этом никто не виноват. Это сучара. О, она избила его. Он может произойти у тебя дома, в школе, на игровой площадке. Ты можешь пораниться где угодно. Сегодня днём 3 часа 45 минут, пока мы играли. Кудряш использовал... 3,45, 3,45, 3,45. Записываю. Какой несчастный случай произошёл с Кудряшом? Упал. Нет. Избили. С этой частью тела всё хорошо. А, у него часть тела. Что-то я неправильно прочитал. Коленка. Скорее он поранился. Да колено, колено у него сбито. Всё верно. Кудряша ждёт насоколенкой. Вот подлошь. Кто может помочь, если ты ударишься? Антон, не подходит. Ну, доктор, доктор. Давай отведём Кудряша в больницу к доктору. Он такой несчастный вообще. В какой кабинет мне зайти, чтобы найти нужного доктора? Так, смотрите. Во-первых, тут есть опять время. Это время что-то значит, я уверен. Всё, что здесь странное, обязательно нужно записывать. 6,20. Так, у нас здесь сердце, губы и коленка. Ну, кость. Конечно, нужно кость сломать. Давай вылечим Кудряша. О, оно всё другое залатало. Амада, мне очень больно. Доктора здесь нет. Посмотрим, чему может помочь Кудряшу. С помощью какого инструмента мы можем осмотреть травму Кудряша? С помощью кардиограммы, рентгена или весов. Наверное, кардиограмма. Ну, подождите, тут опять время. 22,50. 100% со временем что-то связано. Вы помните, там были часы? Вот 100% нам туда куда-то надо будет потом. Так, смотрите. Что нам поможет? Весы точно нет. Вот эта штука, наверное, да? Верно! Я не знаю, что это. Теперь мы можем посмотреть на кости Кудряша. Серия закончилась. Вы у тебя прикалываетесь? Смотрим, на игра немножко, слушайте. О, тут на доске все поменялось. Тик-так. Знакомьтесь, Сэм, тут какая-то штука. Что я собрал? Стрелку как будто. Тик-так. Это, скорее всего, стрелка часов. Я почему-то уверен, что это стрелка часов. Тут часы есть, понятное дело. Здесь не хватает одной стрелки часов. А теперь нам нужно понять, где выставлять время. По идее, вот здесь время нужно выставить. Вот здесь время. Вот здесь время есть. И смотрите, что. И вот здесь время есть. У нас всего лишь три записанных времени. Что делать? Давайте сначала здесь попробуем. Может, это центральные часы. Только на них нужно все делать. Сейчас выставляем 3.45. Та-дам. Все правильно сделал, да? Что это значит? Надеюсь, меня не убьют. Будем считать, что это я сделал, типа, правильно все, да? Потом поставим вот здесь время. 6.20. Так, вроде бы тоже правильно выставил. Потом, скорее всего, нам сюда надо. Потому что, ну, мы же стрелочку нашли не просто так. 22.50. Вот так же, да? Не так. Значит, 22.50 вот здесь надо выставить. А тут всего лишь 12 часов. Опа. Приехали. А где 22.50 установить? Подождите. Тут есть PM. 22. Это у нас 10 получается. Заработало. Так, все или еще что-то надо делать? Часы остановились. А что дальше делать? Стоп. Ну, часы все остановились. Ты вроде не открываешься. Может, там были еще какие-то часы, которые я пропустил? Эти часы мы уже вводили. Эти часы мы тоже ввели 22.50. И серия закончилась. Стоп. Я тупой. Я тупой. Я понял. Все часы показывают одинаковое время. 5.15. 5.15. 5.15. И по-любому вот здесь 5.15 надо ввести, да? Блин, прям предлбому так вот торчит у меня время. Я такой. Ну, куда? А чего? Все. Получено достижение хромат. Сейф 8.26. 8.26. Все стрелки показывают на это. 8.56. Сейф. А сейфа нет. 8.26. Я запишу. Так, новая кассета. Сейфа нет. Я код записал. Все хорошо. Еще раз привет. Я Аманда. А я Кудряш. Какой прекрасный день для пикника. Какая твоя любимая еда для пикника? О, мне это совсем не нравится. А я ничего не сказал. Фу, Аманда. Что это за запах? Аманда воняет. Никогда в жизни такого не чувствовал. Запах ужасный. Она так позитивно говорит. Как думаешь, откуда вот этот ужасный запах? Да не воняю я. Что вы на меня смотрите? Как будто ждут от меня. По-любому от этого воняет. Кто перкнул, тот и говорит первый. Вообще воняет. Можно выбрать у нас кексы, яблоко и журнал. Что это? Фу, все верно. Это что такое вообще? Этот бутерброд воняет, потому что он гниет. Боже, какой страшный. Этот парень тоже гниет. Знаешь почему? Что это? Вещи гниют, когда перестают быть живыми. Знаешь, какое противоположное слово все живой. Что вообще за игра такая? Подождите. Серьезно сейчас нужно вести мертвый? Это что за манда для взрослых? Этот пень? Мертвый, противоположность живому. Хорошая работа. Растение умирает, когда получает недостаточно света или воды, либо если заболевает. Давай вернемся к нашему милому пикнику. Животные тоже могут умереть по-разному. Че? Посмотри на метро мистера лиса. Он умер и теперь гниет. Как думаете, что убило его? Пистолет, нож или ядовитые ягоды с этого гонста? Что? Вы что, стебете? Это что за? Даша путешественница под спидами. Нужно выбрать нож, либо пистолет, либо ягоды. Если смотреть на манду, такое ощущение, что это нож из первой кассеты. Давайте нож. Не думаю, что это оно. Пистолет? Нет, неверно. Смотри, какой смешной у него язык. Что убило его? Она чудовище какое-то. Ягоды по-любому. Было бы здорово, если бы он рассказать нам мог. Верно? Мистер лис? Это тот, который лис воровка, да? Как вы думаете? Что, как вы думаете? Я ягода? Это была старая медведь, что я ловушка? Мистер лис даже не понял, что убило его, пока не стало слишком поздно. Аманда, все это зашло слишком далеко. Мне это не нравится. Мы сегодня столько всего увидели мертвого животного. Нож и пистолет. Гниющий бутерброд, гниющий пень. И гниющий старого глупого мистера лиса. Иногда мне кажется, что я тоже хочу убить барана, что я гнию. Но это происходит очень далеко. Аманда, здесь ничего не гниет. Что ты думаешь? Думаешь, все гниет? Конечно, нет, Аманда. Тебя я не спрашивала. Ответь на мой вопрос. Тебе не обязательно отвечать. Оно мне угрожает? Подождите, а что мне нужно ответить? Стоп. Что мне нужно ответить? Да, это то, чего я боялась. Че? Так, все хорошо, да? Че ты боялась? Вот так. Это Аманда? Нихера себе! Получили настижение, ужасный конец. Я не тот конец выбрал. Там можно было выбирать. Тут разные концовки еще. Стоп, что? На кухне. Все, заново? Я же нажал продолжить. Тут наклейка появилась. Тут разные концовки. Тут раз, два, три. Че? Так, подождите. А сейф не заблокирован. У меня есть код. У меня есть код на сейф. 8, 2, 6. 8, 2 и 6. Повернуть. И что это? Тут какая-то кнопка. Подождите, это кнопка от телека как будто. Да, 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 да. Вот, вот, вот. Пауза, пауза. Мы нашли кнопку паузы. Так, это мы сможем еще от телека отходить. Это хорошо. И тут какая-то записка. Это вроде бы вот сюда, да? Я помню это в самом начале. Красный, оранжевый, синий, бежевый. Так, подождите. А где нам искать это все? Эти символы я вообще не знаю куда применять. Горшки какие-то. Напишите в комментариях, что дальше делать. Как открыть другие концовки? Может мне нужно хотя бы до конца дойти и просто нажать нет? Подождите. Делаем яблочный пирог. В конце просто ответим нет. Вот, допустим, делаем пирог. Получаем кассету. Тут вроде все пропускать можно. Давай, 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 давай. С, Б, Ф. Кассета. Так, тут у нас нужно время поставить. 3,45. Эти часы у нас все работают. Здесь у нас нужно ПМ обязательно показать. Так, вроде тоже все. Здесь у нас стрелку нужно собрать. Сюда сразу вставляем. Здесь у нас время 6,20. И они ставят время 5,15. Так, и нам дают последнюю кассету. Сейф становится бумажным. Здесь вообще ничего нельзя делать. Это так странно. Типа то, что что-то делаешь, а потом сразу же оно становится каким-то бумажным. Вот это что за штука? Какой-то знак. Я тут просто все изучаю. И смотрите, там на горшке какой-то знак трезубца. Это какой-то код. Это розовый. Что бы это ни значило, это розовый. Ладно, давайте. Тут ответим просто в конце нет. Мы тут все уже помним. Подождите, тут нужно просто ответить нет. Видишь? Здесь все хорошо. Все хорошо. Все равно то же самое. То есть это не другая концовка. Если я говорю, что я типа не боюсь, все равно приходит Аманда. А какая тут может быть другая концовка? Типа ты отвечаешь да, либо нет. В общем, ребята, предлагаю на этом все. Я знаю, что вы 100% прошареннее меня, потому что я первый раз вообще играю в игру. Напишите в комментариях, как дойти до другой концовки. Я попробую потом по вашим лайфхакам дойти. Ну что-то вообще стрёмно. Мы открыли всего лишь одну концовку. Тут еще две. Вот две наклейки получается. В общем, спасибо большое. Ставьте обязательно пальчики вверх, если хотите еще. Напишите в комментариях, как проходить, чтобы открыть все концовки. С вами был Милоскел. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok